Здравствуйте! Виталий Седлецкий. Родился 28 июля 1970 года. Муромчанин Виталик попал в кино случайно. В 1980 году на киностудии имени Довженко режиссер Виктор Гресь решил экранизовать грустную и трогательную сказку «Черная курица или подземные жители». Как маленький мальчик из далекого холодного Мурманска смог попасть на ведущую украинскую киностудию? Помог случай. Старшая сестра Виталия училась в Киеве и мама Светланы Леопольдовны вместе с Виталиком навещали ее. Благо там жили родственники. И вот в 1979 году летом мальчика заметил киевский режиссер, который в это время искал подходящего парнишку на роль Алеши в своем фильме. Аристократическая внешность в сочетании с редкой смышленностью поразили кинодеятели, и он предложил прийти на прогу. Фильм получил множество наград. Золотой приз по разделу детских фильмов, приз союза художников СССР, приз пионерского жюри, исполнителю главной роли Виталия на Московском кинофестивале в 1981 году, первый приз творческому коллективу на фестивале в Вильнюсе, награды французского и итальянского фестиваля детского кино. Потом Виталия приглашали и на другие роли. В 1981 году в фильме «Пусть он выступит» мальчик получил роль Томми, сына Маргарет Чаумерс. Через два года сыграл Аркашу в киноленте подросток и в 1988 году получил эпизодическую роль в фильме «Новые приключения Янки» при дворе короля Артура. К сожалению, Виталий актером не стал. Сейчас он счастливо живет со своей любимой женой Ириной и десятилетней дочуркой Бугульме на родине супруги. Работает плотником. Юрий Хорошулов родился 18 ноября 1970 года. Когда Юре было 14 лет, он совершенно случайно попался на глаза Георгию Юнгвельду Хелькевичу, знаменитому советскому режиссеру, и тот пригласил парня на кастинг актеров для фильма «Выше радуги». Юрке досталась второстепенная роль Фокина, одноклассника главного героя, которого превосходно сыграл Дмитрий Марьянов. Съемки фильма проходили в Прибалтике. Два с лишним месяца ребята жили в одной из гостиниц города Таллина. Это для них советских школьников была настоящая загранка. Здесь можно было по телефону заказать пиццу и накупить жвачки. На свои первые гонорары Юрик вместе с Димкой купили себе скейтборды и широченные штаны в крупную клетку с накладными карманами. Казалось, счастья подростков просто не было предела. Фильм вышел на голубые экраны страны в первомайские праздники. В выходные фильм посмотрели миллионы телезрителей. После премьеры ребята проснулись знаменитыми. Юрий Хорошилов больше в кино не снимался. К сожалению, Юра прожил недолгую, но насыщенную, красивую жизнь. Смерть актера Юрия Хорошилова наступила на 48-м году жизни. 21 февраля 2018 года. От злокачественной опухоли. Андрей Юрицын родился 27 ноября 1970 года. В кино Андрей снимался в школьные годы. Его дебютом на экране стала небольшая рульгань, друг главной героини в фильме Сергея Соловьева «Наследница по прямой», вышедшем в 1982 году. Год спустя юный актер исполнил главную роль в детском фильме Витя Глушаков «Друг апачий», создав образ отличника и фантазера Вити, пишущего роман об индейцах. В 1985 году Андрей Юрицын снялся в военной драме «Битва за Москву». В этой ленте его героем был реальный исторический персонаж, легендарный защитник Брестской крепости Петя Клыпов. После окончания школы Андрей не стал связывать свою судьбу с кинематографом. В 1996 году он окончил Московскую государственную юридическую академию, работает юристом и адвокатом, член адвокатской палаты города Москвы. Руслан Курошов появился на свет 19 февраля 1971 года в Москве. В кино он попал благодаря его величию случаю. Однажды, будучи подростком, Руслан отправился в дворец пионеров, где демонстрировался приключенческий мультфильм «Тайна третьей планеты». Он, как и многие мальчишки, предвкушал захватывающее времяпрепровождение. И вдруг к Руслану подошла незнакомая женщина и задала ему отнюдь нетривиальный вопрос «Мальчик, ты хочешь сниматься в кино?» Так мальчик получил главную роль Роберта Гранта в телефильме «В поисках капитана Гранта». Затем через год была роль в фильме «Певучая Россия» Трош Пятницкого, эпизодическая роль в 1995 году в «Бульварном романе» и в 2002 актер сыграл роль Лехи в киноленте «Под полярной звездой». После школы Руслан поступил в Академию славянской культуры, на отделение хореографии стал артистом балета, народного танца. Десять лет танцевал в ансамбле «Гжель», затем в ансамбле «Песни и пляски внутренних войск МВД». В 2004 актер Руслан Курашев завел семью, а уже спустя год стал отцом. Павел Чернышев родился 2 января 1971 года в Москве. Он был самым обычным школьником, как и сотни тысяч других мальчиков и девочек. До определенного момента, пока однажды на катке его не увидела ассистента режиссера и не пригласила на пробу. Так, совершенно случайным образом, Павел Чернышев попал в кино, в сказку о звездном мальчике. Для Павла Чернышева эта роль так и осталась единственной в его актерской биографии. Больше Павел в кино не снимался. Это было общее желание его и его родителей. После школы окончил институт дружбы народов, отслужил в армии, женат. У него двое детей, сын Егор и дочь Настя. Работает в похоронном бизнесе. Вячеслав Богатырев родился 27 мая 1972 года в Одессе. Когда Вячеславу исполнилось 14 лет, паренька пригласили сниматься в кино. Его приятная внешность, искренние голубые глаза, гордая осанка и простота заинтересовали Вадима Васильевича Костомаренко, который как раз подыскивала артистов для своего нового кинофильма «Секретный фарватер». После выхода фильма на советские экраны мальчик в одночасье из обычного одесского школьника превратился в кинозвезду. В то время многим окружающим его людям казалось, что после столь удачного дебюта юноше обеспечена блестящая карьера. И вскоре он появится в новых лентах. Но Богатырев удивил всех, выбрал для себя совсем другой путь. Получив школьный аттестат, он, как и планировал, отправился учиться в местное морское училище. В 1989 году Богатырев окончил училище, а через год был призван в армию. Отслужив два года, Вячеслав благополучно прибыл домой и вскоре устроился работать матросом на гражданских судах. Этой профессии он посвятил все будущие годы своей жизни. Свою будущую жену Светлану он встретил еще будучи подростком и после окончания училища молодые узаконили свои отношения. Этот союз оказался удивительно прочным. Вместе супруги прожили долгие и счастливые 12 лет. В скором времени после женитьбы в 1990 году в семействе Богатыревых произошло прибавление. Родилась дочка. Ее назвали Александрой. А потом в семью пришла беда. Вячеслав погиб, когда ему было всего 28 лет. О том, как это произошло, Светлана никому и никогда не говорила. Режиссер Вадим Костомаренко в своих воспоминаниях о легендарном фильме и его участниках поведал, что Слава Богатырев погиб в автокатастрофе 16 марта 2001 года. Похоронили артиста на Таировском кладбище в Одессе.